Илларионов на месте Российской Федерации в рейтингах. Ньюс Уилл Пове, такой подзаголовок, эпиграф. По качеству важнейших институтов современного государства, нынешняя Россия находится в конце мирового списка. По уровню политических прав и гражданских свобод, наша страна занимает 158-159 место из 187 стран мира. Между Пакистаном, Свазилендом и Тогом. По уровню свободы прессы 147 место из 179 наравне с Ираком, Ганнесуэлой и Чадом. По уровню коррупции Россия занимает 123 место из 158, рядом с Гамбией, Афганистаном и Руандой. По уровню защиты прав и собственности на 89 из 110 стран мира, рядом с Мозамбиком, Нигерией и Гватемалой. По качеству судебной системы на 170 из 199, наряду с Бурунди, Эфиопией, Свазилендом и Багестаном. По эффективности бюрократического управления 155 место из 203, а нашими соседями являются Нигер, Саудовская Аравия, Камеру, Пакистан. Силовая модель государства легализует насилие в обществе. По количеству убийств на тысячу жителей Россия занимает 7 место среди 112 стран, между Эквадором и Гватемалой, немного ниже ЮАР, чуть выше Мексики. В целом, по уровню физической безопасности граждан, наша страна находится на 175 месте из 185 стран в одной группе Зимбабве, Судану, Гаити, Непала. Конец эпиграфа. Когда русским языком, сухим языком цифр, тебе говорят, что по уровню политических свобод и гражданских прав Россия занимает 158-159 место, где-то между Пакистаном и Торгом, что ты чувствуешь, человек эпохи московского централизованного концептуализма, фьючерсов и маркетинга суверенной демократии? Обидно за державу? За великий, могучий русский язык? За язык Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова? О, да! Ведь никто иной, как Пушкин, в обращении Чадайва написал, и это стихотворение проходит в школе, об обломках самовласти. Можно вспомнить и другие его высокохудожественные произведения, например, «Оду вольность» или последнюю главу Евгения Онегина. Да много чего, где солнце русской поэзии недвусмысленно высказывается на предмет политических свобод и гражданских прав. Лермонтов и тоже на чистейшем русском языке прощался со страной рабов и господ, отправляясь в действующую армию на Кавказ. От его облитых горечью и злостью строк на смерть Пушкина, помните, вы все, конечно, помните, сжимается сердце и кулаки, как если бы они были написаны только вчера. А отлученный от православной церкви Толстой, срывающий все и всяческие маски господствующей идеологии, Толстой – зеркало русской революции 1905 года, а выведенный на околоземную орбиту топор Достоевского тот самый из братьев Карамазовых, который девки на морозе дают целовать своим парням. А Чехов? Чехов с его галереей, тоскующих по прекрасной жизни милых, деполитизированных интеллигентов, запутавшихся, разочарованных, тянущих лямку или сходящих с ума, ты, покупающий ту в Тога или Тунис, Пакистан или Таиланд, читающий на досуге про уровень жизни и гражданских свобод в развитых капиталистических странах и странах третьего мира, чувствующий обиду за державу, давшую этому миру Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова. Ты когда-нибудь задавался вопросом, чем заняты их герои, чем заняты живущие на жалкую зарплату сельские врачи и учителя, чем заняты каторжники с острова Сахалин, чем заняты студенты в публичном доме, чем заняты те, кто их в этом доме обслуживает, чем заняты благородные офицеры из трех сестер, вскоре их всех отправят на фронт, на империалистическую бойню, где они будут с честью умирать за царя и отечество, иными словами, за рынки сбыта, колонии и прочие геополитические и финансовые интересы, и где им, безусловно, понадобится их безупрежный, великий, могучий, дворянский, хотя отчасти уже и разночинный русский язык, но также и сухой язык цифр. Субтитры создавал DimaTorzok